Здравствуйте! В эфире телеканала CBC специальный выпуск. Веду его я, Анастасия Лаврина. И сейчас будем говорить об армяно-азарваджанском на горно-карабахском конфликте. Сейчас с нами на связи по скайпу Игорь Юргенс, кандидат экономических наук, президент Института современного развития. Здравствуйте и добро пожаловать на наш специальный выпуск. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему прямому эфиру. Давайте обсудим последние события вокруг конфликта между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Некоторые эксперты утверждают, что результат того, что мы видим сегодня, это деструктивная позиция Армении, которая началась с приходом к власти премьер-министра Армении Николы Пашиняна, его отрицание существования каких-либо принципов и договоренностей по урегулированию конфликта, что в результате привело к эскалации и в конечном итоге сегодня мы видим результат. Ваше мнение происходящего, что вы думаете об этом? Мое личное впечатление заключается в том, что, как я видел своими глазами на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, до марта сохранялась надежда, что переговоры возобновятся. На этой Мюнхенской конференции лицом к лицу встретились президент Азербайджана и премьер-министр Армении, и диалог их сводился, конечно, к историческим причинам конфликта, к давно сформулированным претензиям друг к другу, но сохранялся и с обеих сторон шанс, что все-таки эти переговоры возобновятся. Могу сказать, без всякой лишней лести, конечно, диалог такого рода, тем более он велся на английском, Ильхам Али выиграл, потому что он более опытный, более масштабный президент, столько лет управляет своей страной уже уверенно, и это чувствовалось в тех формулировках, которые он предлагал на конференции. Пашинян выступал как более молодой и чуть, мне так казалось, менее уверенный в себе человек. Аргументы были с двух сторон, они известны всем. Но, повторяю, до марта я немножко следил, как любитель и дилетант, все-таки сохранялась такая вот призрачная, видимо, возможность, что переговоры какого-то рода возобновятся. Судя по всему, они не возобновились. Судя по всему, поскольку линия Азербайджана ни разу не менялась, в армянской линии что-то изменилось, какие-то силы или какие-то слабости, я не знаю, администрации, групп влияния сказались на всем этом деле, или произошло то, что произошло? Ну, действительно, если мы посмотрим сегодня, ситуация сложная, в частности для республики Армения, которая игнорирует все призывы, в том числе призыв Российской Федерации к диалогу и соблюдению гуманитарного режима прекращения огня. Мы видим, что, к сожалению, продолжаются обстрелы мирных городов и сел Азербайджанской республики. Обстрел второго повеличения города Азербайджана Гяньджа стал прямым тому доказательством. И даже сегодня, когда азербайджанская сторона говорит, что мы готовы к диалогу, если увидим конструктивную позицию Еревана, если хотя бы Ереван признает, что Нагорный Карабах и семь прилегающих регионов принадлежит территория Азербайджану, как закреплено и в четырех резолюциях Совбеза ООН, Армения никаким образом, никакими своими действиями не показывает, что она готова к диалогу и она хочет мирно урегулировать конфликт. На этом фоне мы видим, что руководители стран, политические деятели, представители парламентов и так далее, в разных странах говорят о том, что необходимо сесть за стол переговоров и продолжить говорить о мире и мирном урегулировании конфликта. Учитывая такую позицию Армении, ее отказ признать, что эти территории принадлежат Азербайджану, и ее какие-либо заявления о том, что она готова вывести оккупационные силы с азербайджанских территорий. Говорит ли это о том, что все еще мы можем продолжать переговорный процесс? И что? Вообще есть какая-то надежда, что он состоится в ближайшем будущем? Ну, вы знаете, ваш министр, министр Армянский был в Вашингтоне. Мне было бы очень интересно узнать непрямые переговоры с Помпео, чем закончились. Президент Путин позавчера на Валдайском клубе говорил о том, что необходимо приступить к реальным переговорам и искать решение проблемы. Макрон, как сопредседатель Минского процесса, более-менее о том же говорит. Любая война кончается миром, и любая война в современном мире, я думаю, кончается сначала переговорами. Поэтому какого-то рода переговоры, наверное, состоятся. В настоящий момент, мне кажется, что армянская сторона ищет союзников, потому что в военном отношении понятно, что эта война не может закончиться с победой Армении. Довольно трудно себе представить, чтобы сейчас те возможности, которые военные есть у Армении, они возобладали бы над азербайджанскими. Значит, я когда-то работал советником президента Медведева. Безусловно, я больше работал над экономическими проблемами, но я прекрасно помню так называемые казанские варианты урегулирования. Были и мадридские принципы. Когда семь регионов отходят Азербайджану, вы начинаете переговоры. И как бы ни трудно было представить все их окончания, тем не менее это переговоры с неким разменом. Почти подписаны, насколько я знаю. Я не так хорошо информирован был по этой части, но я видел, какие титанические усилия наш Дмитрий Анатольевич прилагал. Это-то я точно видел. На тот период Армения соглашалась с этими документами, она была согласна. Но с приходом Пашиняна ситуация полностью изменилась, к сожалению. Да, к сожалению, так. Ну и отношение армянской властей к процессу, оно несколько изменилось в целом. Короче говоря, если бы я как гражданин, если бы меня спросили, что надо делать, я бы сказал, что да, безусловно, надо стоять за стол переговоров, объявлять перемирие и прекратить стрельбу друг в друга. Я не могу себе представить, чтобы это в одностороннем порядке сделал Эльхам Гейдар Чали. Он ждал довольно давно, и они с отцом были людьми, которые пообещали нации, что миллион людей вернется на свои земли. Вот сейчас в этот момент остановиться в одностороннем порядке, это политически невозможно. С другой стороны, невозможна армянская военная победа. Вот в этой ситуации, конечно, если бы нашелся мудрый и понимающий обе стороны переговорщик с большим авторитетом и знанием вопроса историческим, это было бы очень полезно. Есть ли такое? Ну, конечно, Россия самый ближайший сосед, и страна, которая объединяла когда-то в рамках союза народы. И, конечно, у нас опыт богатый, но в какой степени наши усилия будут востребованы, я не могу вам сейчас сказать. Конечно же, у России большой опыт. При этом стоит вспомнить и сирийский вопрос, сирийскую проблему, когда был создан Астанинский процесс, в который вошли и Российская Федерация, и Турция, и Иран, они совместными усилиями старались урегулировать сирийский конфликт, сирийский кризис. Достаточно успешно это происходило, трехстороннее сотрудничество. Поэтому в любом случае мы не отрицаем, что у России прекрасный опыт в урегулировании конфликтов. Но, с другой стороны, призывать стороны к миру и к переговорам, при этом закрыть глаза на те договоренности, которые уже были достигнуты, достаточно трудно, в том числе и в частности азербайджанской стороне. Если мы 30 лет практически говорили о поэтапном выводе оккупационных сил с территории Азербайджана, о возвращении регионов, даже сейчас, когда началась очередная эскалация конфликта, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев сказал о том, что мы готовы остановить военные действия, представьте нам список поэтапного вывода оккупационных сил. К сожалению, этого не последовало. Более того, что мы сейчас видим, премьер-министр Армении призывает страны признать так называемое, даже не знаю, как это назвать, нелегальное образование на оккупированных азербайджанских территориях, на Горных Карабах. Он пугает тем, что мы сейчас, якобы, признаем его сами, ну и, пожалуйста, в мировом сообществе США, Франции и так далее, признавайте это тоже. Это невозможно практически, учитывая четыре резолюции Совбеза ООН. И если стороны опять сядут за стол переговоров, на мой взгляд, логично, что и Российская Федерация, и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ как минимум на стол должны положить существующие документы и призвать армянскую сторону следовать тем договоренностям, которые уже были обговорены практически за 28 лет. Как вы думаете? Я думаю, что вы сказали все правильно, абсолютно. Значит, в любой трудной сделке, возвращаясь к своему экономическому, как говорится, образованию и практике, в любой крупной сделке нужен честный брокер. Вот этот честный брокер, это сейчас самое основное. Таким, значит, в настоящий момент может выступить Россия, но ей нужно будет сделать несколько очень серьезных шагов. Если хотите вперед, если хотите назад, к нашим казанским вот этим опыту, начало 2000-х годов, можно так сказать. Им не может, наверное, быть Америка, она сейчас не в том состоянии, и даже когда 3 ноября мы получим нового президента, он не будет ничем заниматься до официальной инаугурации. Это, считайте, конец января. Вот столько будет длиться война, это трудно переносимо. Француз Макрон веса не нагулял, давайте так скажем, политического веса и авторитета, такого что бы. Плюс армянская диаспора во Франции настроена односторонне, поэтому здесь, повторяю еще раз, не тот этот честный брокер. Мне сейчас очень трудно, как человек со стороны, назвать такую фигуру, которая была бы абсолютно адекватно воспринята двумя сторонами, для того, чтобы сесть за стол переговоров, начать их с того, чтобы понять военный статус-кво, это важно, и попробовать найти решение, повторяю, типа мадридской, казанской формулы, когда прекращается бойня, когда все территории отходят обратно под контроль Азербайджана, когда начинает решаться сущностная проблема армянского населения Нагорного Карабаха, возврат беженцев и так далее. Дико сложно, честный брокер, самое основное и ключевое, с моей точки зрения, сейчас. А если мы с вами обсудим экономическую сторону этого конфликта, все-таки любая война подразумевает большие затраты. Если посмотреть на Армению, у которой экономическая ситуация была достаточно сложной, это не скрывает даже сама Армения, и при этом теперешнее поведение премьер-министра Армении Николы Пашиняна, ведь уже даже звучат лозунги против Российской Федерации, Армения и лоббистские группировки, в частности, обвиняют Россию в том, что она оставила их один на один с Азербайджаном. Но ведь, если говорить честно, Армения во многом в экономическом смысле зависит от Российской Федерации. С учетом вот этой нестабильности политической, которая внутри страны, она продолжается. Там и про Сорос можно говорить, можно и говорить про бывший клан, можно говорить про экс-президентов, политическая нестабильность. Экономическая сторона, которая подрывается также распространением коронавирусной инфекции. Что ждет Армению? Мне интересно, ваше мнение, если эта война будет затянута на длительный период времени? Я могу сказать, что, безусловно, потенциал экономический, военный, политический двух стран несравним. И это, конечно, учитывалось, наверное, политическим руководством Азербайджана. И момент был избран, выбран не случайно. Тут, по-моему, это банально. ВВП, доходы от эндогенного, то есть собственного развития. Все остальное, оно несравнимо с тем, что может оказать в качестве поддержки в рамках, скажем, ОДКБ Россия, хотя она не связана по рукам и ногам тем, что эта территория, вообще-то, Азербайджан, она не может туда оказать прямую военную помощь. И или диаспора. Значит, диаспора армянская, конечно, очень многочисленная, влиятельная. Там есть знаменитые имена и очень богатые люди. Но степень их поддержки Армении, с моей точки зрения, очень преувеличена. Поэтому ждать оттуда маны небесные не приходят. Я бы хотел сказать, что все факторы, конечно, говорят за то, что Азербайджан в этих переговорах, и это армяне прекрасно понимают, я думаю, будет находиться в выгодном позиции, позиции, если хотите, силы, будем называть вещи своими именами. Это как раз, наверное, и приводит к тому, что Пашинян сейчас ищет какие-то ресурсы людей и поддержку с тем, чтобы эти переговоры начались хоть как-то с позиции ну какого-то равенства. Это довольно сложное положение и ситуация. И все, что я могу в данном случае сказать, это возвратиться к своей формуле честного брокера, то есть человека или людей, которые могли бы говорить немножко, забыв о сиюминутности боли и говорить перспективно. Я не знаю, почему, например, Армен Саркисян, который очень умный человек, с большим опытом, знает все, что происходило на этом, так сказать, фоне, почему он пока активно не уступает. Мне казалось бы, он был бы с армянской стороны переговорщиком очень высокого калибра. С нашей стороны я все знаю о том, что думают о нашем министре иностранных дел у вас в Азербайджане, что думают о других людях. Я не хочу в это вдаваться. Я не хочу вдаваться в этнические корни, родственные связи и так далее. Поэтому возвращаюсь к одному. Азербайджан сейчас в положении силы, Армения сейчас в положении слабости. Армению можно тоже понять, когда ты говоришь рядовым армянином, он сразу начинает вспоминать резни 15-го года и так далее. Ну, тоже, конечно, большая, огромная трагедия народа. Вопросов нет. Значит, чтобы снять трагедию и приступить к прагматическим переговорам, нужен человек или люди, которые вызывают одинаковое доверие с двух сторон, а дальше вы понимаете, что решения могут быть найдены. Они, собственно говоря, в резолюциях ООН описаны. Спасибо вам большое за интересную беседу. В любом случае, хочу отметить, что позицию Российской Федерации в теперешних условиях мы высоко ценим. Россия сказала, что мы не вмешиваемся в внутренние дела своих стран-соседей. Она заняла нейтральную позицию, что достаточно четко и достойно в теперешних условиях, за что также России отдельное спасибо. Еще раз спасибо вам за интересную беседу. Саул. Саул. Напоминаю нашим телезрителям, это был специальный выпуск на телеканале CBC. Мы поговорили о последних событиях вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Гость, который вышел с нами по скайпу, Игорь Юргенс, кандидат экономических наук, президент Института современного развития. Оставайтесь с нами, мы скоро снова в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова